Святых Твоих, аминь! Боже, упованье наше, славы Тебе! Благодаря Твоему Святому Духу, и ныне преславие Тебе, аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Благодаря Твои! Истинный Бог наш, молитвами при чистой Своей Матери всех святых, помилуй и спасет нас, и о благах человека любит! Аминь, о Господи, помилуй, о Господи, помилуй, о Господи, помилуй. Из беседы святей Пиана Звотомустова, 16 глава Евангелия от Матфея. Если кто хочет идти за мной, отбегни с себя, возьми кресло и следуй за мной. Я не заставляю, не принуждаю, но представляю это собственной воле каждого. Потому и говорит, если кто хочет, я приглашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное. Не на каждое мучение. Чему мне нужно было бы принуждать? Дело само по себе таково, что может вас привлечь. Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за Ним. Тот, кто принуждает, часто отвращает. А кто представляет слушателю свободу, скорее привлекает. Кроткое обращение, действеннее принуждение. Потому Христос и сказал, если кто хочет, великите благо, говорит Он, которое я вам даю. Таковы, что к ним вы охотно будете стремиться. Кто дает золото и предлагает сокровища, тот не станет употреблять насилие. Если же при этом, при этих благах не нужно насилие, то тем менее оно нужно при благах небесных. Если свойство самого блага не побеждает тебя стремиться к нему, то ты недостойный получить его. Если же и получишь, то не будешь знать цены полученного. Потому-то Христос не принуждает, но снисходительно увескивает нас. Отрекающийся другого, например, брата или раба, или кого иного, хотя бы и видел, что его бьют, или вяжут, или ведут на хаду, или как иначе мучает, не заступается, не защищает, не соболезнует, не принимает в нем никакого участия, как бы он был совершенно ему чужой. Так точно и Христос желает, чтобы мы не жалели своего тела, бьют ли, гонят ли, жгут ли, или другое, что делают. Не жалей себя. Это то самое и значит жалеть себя. И отцы тогда жалеют детей своих, когда, припоручая их учителям, приказывают не щадить их. Так и Христос. Он не сказал, пусть не жалеет самого себя, но что гораздо сильнее, пусть отвергается себя, то есть пусть не имеет ничего общего с самим собой, а пусть обрекает себя на опасности, на подвиги, и их переносит так, как бы то терпел другой, что-либо. Христос не сказал, да отречется, но пусть отвергнется небольшим этим прибавлением, придавая большую силу словам своим, так как последнее гораздо выразительнее первого, и возьми крест свой. Это следует из первого. Чтобы ты не подумал, что отвергаясь самого себя, должен переносить словесные только оскорбления и укоризны. Он назначает предел, до которого должно простираться самоотвержение, именно смерть и смерть поносную. Поэтому не сказал Он, пусть отвергается себя, даже до смерти, но возьмет крест свой, разумея поносную смерть и действие не раз или два раза, но в целую жизнь совершаемое. Беспрестанно, говорит, Он имеет пред глазами смерть, и каждый день будь готов на заклание. И следуй за Мною, так как оно и страдая, не последует Ему, когда страдает не за Него. И разбойник, например, и расхитители, гробницы, чередеи, терпят много тяжких мучений. То, чтобы ты не подумал, что довольны самых бедствий, отчего бы они ни происходили, Он превысокупляет. Какая должна быть причина бедствия? Какая же? Что не делаешь, не терпишь, последуй Христу, все за Него претерпевай и соблюдай прочие добродетели. В словах, следуй за Мною, заключается и то, чтобы ты оказывал не только мужество в бедствии, но и целомудрие, и кротость, и великую добродетель, то и значит последовать Ему, как должно, чтобы стараться о всякой другой добродетели и все за Него терпеть. Аминь. Завтра утром в 8 часов молитва, храни всех Господь. Кто готовился к Исповеди, оставайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...